Ночные снайперы и Диана Арбенина в Хабаровске представили новую программу «Выжить вопреки». И каждому из пришедших на концерт слушателей музыканты подарили диск со своим новым альбомом. В этом году коллективу исполняется 20 лет, однако старые песни в исполнении снайперов звучали только на бис. Репортаж Анны Рожковской. Мой путь вчера был начин, мой путь сегодня прожин, Мне бы до гнева не доискать причины Свой концерт, который ближе к драматическому спектаклю Диана Арбенина начала с монолога «В полной темноте» и назвала первой в своей 38 взрослой программой. Вырванная из песни фраза «Выжить вопреки» определила и название всему концерту. И, в общем-то, всю его суть. Ее Арбенина подчеркивает не только рифмой и аккордами. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и любви. Я ращу двоих детей. Я вот вижу, какой ребенок в три года, потом вижу, какие люди в 33 года. И что же остается от этой совершенно естественно развивающейся, здоровой, свободной личности? Зачастую ничего. Мы вдруг становимся старыми, закомплексованными, несчастными людьми. Писать альбом о человеке в рамках социума, правил, привычек и морали Диана Арбенина начала года два назад. Зарифмованные в песенных монологах посылы, говорит, главное, что волнует ее сейчас. Я поняла, ради детей, вот когда они стали подрастать, что во мне безумное количество комплексов, и что я постоянно, каждый день я старею и старею и старею. Я начала с этим бороться просто. Ну, я, в общем, взрослая, мне 38 лет. Актуальность снайперских песен в их автобиографичности Арбенина и не скрывает, что многие сюжеты совершенно реалистичны. А вот меру взаимопонимания со слушателем она определяет весьма своеобразно. Наобум публично открывает сборник японских «Танку». Словно их глубина пьет только светлое в мире, до сих пор вижу перед собой черные зрачки ее глаз. А вот стихи собственной дочь магаданских тележурналистов Арбенина начала писать еще в студенческую бытность на Колыме. Сейчас, как и тогда, называет их антипеснями. И таковых антипесен уже больше двухсот. Эмиль Заля скроет галеры, но его не читает никто. И все ждут кого-то, но кто это, кто это, кто это, кто это. Даже на вере, и ухи вера в вере, с оживлением... К журналистам и любого порядка вопросам Диана весьма лояльна. Когда она отказывает в праве на невысокий ум и спорные человеческие качества, она лишь музыкантам. Потом думаешь, боже мой, такие хорошие песни пишет, да п***. Концерт в Хабаровске шел больше двух часов. К серьезному разговору, как назвала выступление сама певица, публика оказалась готова. Анна Рожковская, Николай Пушкарев для программы Новости.